Я не знаю, я так кайфую от этих полок на фоне, и теперь вообще не хочу туда уходить, мне так нравится, как смотрится. Так что теперь не только блоги, но и... Не только блоги, да, но и влоги будут отсюда часто, мне кажется. И всем доброе утро, друзья! Сегодня у нас... Сегодня у нас последний день нашей с вами недельки чтения. И мы с вами дочитываем «Бурь и пламя» — самое незапоминающееся название книги. Я не могу никак без подглядывания запомнить название. Дело, наверное, не в названии, а во мне, правда? Правда, во мне, наверное, дело. И я на той же страничке, что и вчера, но вот чуть-чуть дочитала главу, 197-я страничка, 23-я глава. И я думаю, сейчас пойдёт самое развитие, так что буду с вами делиться впечатлениями. Нового ничего с вчерашнего дня не произошло, но продолжаем читать. Какая красивая книга! Так, откладываем. Я хотела вам показать, что мне подарили вот эта посылочка, которую я вчера вам не показала. Здесь несколько книг. В общем, сейчас я вам расскажу. Я спрашивала в Телеграме, есть ли у кого-нибудь Розамунда Пилчер, собиратель ракушек. И мне мои книжки уже пришли. Девочка мне отправилась, спасибо большое. И вторая девочка тоже предлагала книгу. Я, Даше, нужны были собиратели ракушек. Я вам сказала, что вот для моей подруги тоже. И девочка прислала собиратели ракушек. Вот. Так что, вот они. Для Даши они откладываются. А остальную всю посылочку собрали мне. И это просто... Сейчас я вам покажу. Огромная посылочка. Очень крутая. Вот в таком пакетике все было прекрасно. В этой коробочке, которую мы вчера с вами забрали. Сейчас я вам покажу. Во-первых, там был вот такой крутой дракон. Это. Яромиру портфельчик. Вот такой шикарный дракоша с кучей сладостей внутри. Ну вот такая красота. Огромный дракон. Так. Дракон это Яромира. Во-вторых, было просто... Посмотрите, вот такое мыло. Сейчас я вам открою. Такая красота. Так вкусно пахнет. И очень переживали мы за то, что оно не доедет. Доехало идеально просто. Смотрите, какие дракоши. И шишечка. И так вкусно пахнет. Естественно, мне жалко его будет использовать. Будет стоять как украшение. Просто посмотрите, как оно сделано. Вообще. Вот такой дракоша. Накрываем их куполом. Поставлю сюда пока, потому что я переживаю за него. Почему вы криво стоите, друзья? Почему вы не сообщаете об этом? Вы криво стоите. Обязательно говорите, чтобы я вас поставила ровно. Потом просто посмотрите. Там чехол. Для книги. С магистром дьявольского культа. Какой красивый. Посмотрите, какой он потрясающий. Вау просто. Так. Это на любой можно размер. Вот книги. Невероятная красота. С магистром. Какая. И это невероятная красота. Так. Потом. Много всяких вкусностей. Много Яромиру. Стикеров много. Вот такая прелесть. Вот такая прелесть. О, книжку не покажу. Тоже много стикеров. И закладочки. Смотрите, классные. Вверх вот такое. С анимешными героями. А вторых. Вот это прелесть. Ой. Вот такая закладка. И так. Конструктор Яромиру. Пластилин Яромиру. Для Яромира целая посылочка такая прекрасная была. Ой. Еще смотрите. Толочная игрушка. Вот такая. С книгами. И. Кроме всего этого. Здесь еще были книги мне. Во-первых, книга, которая, мне кажется, будет достаточно тяжелая. И тему затрагивает тяжелую. Это. Половинка сердца. Это про мальчика маленького. У него была тяжелая семья. У него отец тиран. И вот как он там иногда сбегает из дома. Как он пытается все сделать, чтобы избежать. Там гнева отца. Потрясающе просто. Следующий. Это такой триллер. Брайан Фримен и его «Ночная птица». Здесь о людях. О многих людях, которые сами уходили из жизни. И они наблюдались у психиатра. И детектив, который расследует эти убийства. Потому что, возможно, люди это не сами делали. Он связан с этим психиатром. И начинается какое-то такое расследование. Кто-то. Так. Что он там делает? Пишет послание о погибших женщинах. Вот такое расследование здесь будет. И последняя книжка. Это Эмили Диккенсен. Сборник ее поэзии. Называется «Прекрасно. Я умерла за красоту». Потрясающий сборник. Мне кажется, я его прямо в ближайшее время прочитаю. Очень хочется. Так приятно. Спасибо еще раз огромнейшее за эту прекрасную посылку. Я тоже сижу разглядываю. Вчера разглядывала. Сегодня разглядываю. Просто невозможно. Ужасно приятно. Спасибо огромное. Так что. Я все, причем, держу в одном месте в пакетике, чтобы тысячу раз одно и то же смотреть. Ну что. Начинаем с вами день. Идем читать. Какие у нас сегодня с вами планы? Не знаю, пойдем ли мы на улицу, потому что там какая-то не очень погода. Я ненавижу зимой, когда нет солнца. Вы это вчера поняли, потому как я просто постоянно требовала солнца. А сегодня нет. Сегодня какой-то полутуман. Снег идет. Пасмурно. Ну посмотрим. Может, еще распогодится. Может, сходим прогуляться. Но в основном читаем. Еще хотела похвастаться. Во-первых, похвастаться потрясающими людьми на моих полках. Если у вас есть лаж, есть возможность купить вот этот праймер, да, он называется, да, праймер. Он потрясающий. Я... Он пахнет каким-то имбирным пряником. Очень сильный запах. Такой вкусный для волос. Вот. Просто не смывайка, которая наносится после мытья головы. Он так вкусно пахнет. Вообще волос просто хочется мыть, не знаю, два раза в день, чтобы вот этим праймером пшикаться. Очень вкусный. Но и мне кажется, что эффект какой-то есть. Вот. Мне кажется, волосы немножко более блестящие. Но ради запаха. Вот. Так что, если лаж есть, то попробуйте. Очень классный. Еще хотела одну штучку вам похвастаться. Все, мама мне привозит. Я потихоньку вам показываю. Еще одну штучку, которую мама мне привезла. Наконец-то у меня есть компьютер, чтобы нормально монтировать видео. Потому что я... Если на телефон снимаю, я монтирую на телефоне. Это неудобно. Ну, более-менее удобно. Лучше, чем то, как я монтирую на камере видео. Потому что я монтирую на телефоне, на компьютере Жени. Это ужасно неудобно делить один компьютер, потому что нужно договариваться, чтобы никто не унес его, чтобы никто занят не был. И он такой большой. Его компьютер, он игровой у него. Мне ужасно неудобно на нем монтировать. В Adobe Premiere монтирую. И все, короче, мне уже не нравится. Наконец-то у меня есть компьютер. Сейчас покажу. Пойдемте. Та-дам! Моя прелесть! У меня теперь есть нормальный ноут, чтобы монтировать видео. Очень удобный. Копец, красота. Я сейчас покажу вам мою заставку. Я наконец-то могу делать все, что хочу с компьютером. У меня сто лет уже не пользовалась своим компьютером. Своим личным. Моя прелесть. Он сразу должен открыться. Так. Просто посмотрите. Заставка шикарная. Ноут шикарный. Счастье. Надо все перенести. Я уже практически синхронизировала, но еще толком ничего с ним не делала. Не разбиралась, ничего. Потому что неделя чтения, все эти съемки, приезды. Так что просто счастье. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Могу сейчас. Крытый экран поменяем, бабушки. И всё. И домой. Кофе не будем. Нет, какой кофе не будем. Я твой кофе кофе не допила. Спасибо, не допила. Уже вечер. Хорошо. Потом прогуляемся и домой. А то я сегодня говорила, что я толком ничего не делаю дома. Читаю и рассказываю. Ужасно скучно, да. Потом решили выбраться. Кстати, погода реально отличная. Хорошо, что сегодня всё-таки вышло, так свежих воздухов подышать. Как-то приятно. Хорошо вечером. А ещё какая я мутная. Это я мутная? Это просто качество такое. В общем, я уговорила маму меня подстричь ещё больше. Так что сегодня, возможно, будут волосы ещё короче вечером. Так что оставайтесь до конца. Я не знаю, как это получится, но я хочу ещё раз только где-то. Потому что у меня немножко отросла чёлка. Та ещё, которую я три года назад, или два сколько я резала. Три года назад. Нападение. Нападение. Я рассказываю о том, что мы решили мне подстричь немножко ещё волосы. Сантиметров на пять. Вот. Так что оставайтесь до конца видео. Не знаю, когда получится. Будет с тобой не каре. Ты не против? Или ты против? Отмотрим. Вega на окружной кабинет préвис Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, я дочитала «Бурь и плавя», и мне понравилось. Я не скажу, что это прям супер-шедевр, не скажу, что это войдёт в лучшие книги, в мои какие-то любимые фэнтези и что-то похожее, но книга мне понравилась. Она достаточно сумбурная, это завершённая история. Здесь, конечно, можно придумать продолжение, но я так думаю, это единичная история. Она немножко сумбурная, она такая сказочная, она не сильно прописанная в плане эмоциональном, но мне понравилась, она так хорошо читается, она реально читается вот как сказка. Здесь есть моменты, которые достаточно жестокие, достаточно мрачные, так что сказка даже так, очень взрослая сказка. Но она приятная, в ней нет ничего особенного. Достаточно обычно, но мне понравилось. То ли по настроению так подошло, то ли просто мне вот я люблю, очень люблю пересказы «Красавица и чудовище». Вообще эту тему просто обожаю для меня, вот «Красавица и чудовище» — это всё, просто любовь. Поэтому мне здесь всё понравилось. Но не скажу, что что-то есть прям особенное, что я скажу, что все читаете. Но благодаря иллюстрациям и изданию, это, кстати, читается ещё интереснее, прям такие сеттинги вот эти все прекрасные. Насчёт иллюстраций, советую, вот здесь три блока иллюстрации. Первый блок, вот можно, что вы дочитали до него, до этого блока, и можно посмотреть все иллюстрации. Но потом, когда вы читаете остальные блоки, лучше не особо смотрите, потому что лучше вообще прочитать всю книгу, и потом уже посмотреть иллюстрации оставшихся двух блоков, чтобы было интереснее. Особенно вот в конце третьего блока, там прям спойлеры. Поэтому лучше уже так-то пропустите, постарайтесь. Вот. Книга хорошая. Учитывая то, что такая неделя чтения с вами классная, получилось столько всего происходило, столько воспоминаний, столько приятного. Я думаю, книга останется всё равно в воспоминаниях, что-то очень-очень приятное, ассоциация с ней приятнейшая. Но если вот просто объективно, то она совсем такая лёгкая и вот просто как притч читается. Но всё равно приятно. Понравилось мне, я прям очень рада. Так что мы с вами закончили нашу неделю чтения. Закончили, кстати, сколько сейчас времени? Сейчас, кстати, нет 12 ещё, 11 с копейками, так что ровненько неделька у нас получилась с вами. 4 прочитанные книги, по-моему, классный результат. Спасибо большое вам за внимание, надеюсь, вам понравилась эта неделя. И до скорой встречи в новом видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok